Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы учили программу ОКОЛЫС в студии Нурдин Урман-Бедов. Ожидаемой, но неожиданной стало заявление четверки политиков о том, что они объединяются. Ожидаемой она стала для тех, кто знал, примерно, или хотя бы предполагал, что так будет, и неожиданной для тех, кто понятия не имел, почему это так подошло. В принципе, вот обо всем этом мы и будем сегодня говорить с нашим гостем в студии. Это Ахмахмед Кельдебеков. Здравствуйте. Здравствуйте. Четыре человека, четыре политика заявили о том, что они объединяются и готовы выдвинуть и поддержать единого кандидата. Что это значит, да, Кыргызстан? Если вы вспомните, давайте назад чуть-чуть вернемся, когда мы заявили троем объединение... Это в прошлом году? Да. А нас писали, второй же день начали писать, что мы никогда не сможем найти общий язык, что эта тройка развалится, там у каждого свои амбиции и так далее. Мы всегда твердили и пытались объяснить о том, что у каждой группы политиков или у каждого политика есть своя стратегия, своя тактика. Когда мы об этом говорили, тоже писали разные вещи. Мы с тех пор вели переговоры, активно в нем участвовал Пахтергеш Туребаев и другие политики. Кроме нас четверых, сейчас мы подписали четыре кандидата на президентский пост. И получается руководители четырех партий, трех партий. Поэтому мы об этом долго вели переговоры, разговаривали, встречались. И результат, то, что мы подписали вот три дня назад, соглашение объединения и выдвижение единого кандидата и создание одной партии. Это результат той работы, которую мы проводили. Для нас это было ожидаемо. А что значит создание единой партии? Потому что мы политические жители. То есть это будет официальная партия? Официальная партия. Жена регистрация? Конечно, конечно. Все будет официально. Мы не только в президентском выборах, мы и в всех политических событиях нашей страны будем участвовать едино. А единый кандидат, он пойдет как самовыдвижение, да? Нет, из четырех будет единый кандидат. Нет, я понял. Но он пойдет официально? Нет, в частности юридически, потому что Адман Думарова Адахан Кимсомаевича выдвинула партия Батюн-Крыгостана. Меня и Камчака Дрошаевича выдвинула партия Атаджурту. Батюн-Крышевича выдвинула партия Унигу-Прогресс. Поэтому то, что выдвижение это совершившийся факт, поэтому он пойдет кандидатам, выдвиженцам из этой партии. Кого мы выберем? А, вот от той партии, от которой он идет, да? Да, в будущем она будет представлять интересы одной партии, которая будет, всей этой политикой будет объединяться в одну партию. Ну и это, здесь ничего сложного нету. Это юридическую сторону мы рассмотрели, все будет учитываться то, что согласно законодательству. Здесь проблем не будет. У нас когда заканчивается регистрация кандидатов? По закону регистрация кандидатов должна завершиться где-то 15 к 15 сентябрю. До 15 сентября? Да, до 15 сентября. Так, ну у вас остается, грубо говоря, месяц. Больше месяца, да? Ну, чуть больше месяца. За это время вы должны собрать подписи, но самое главное выдвинуть от себя одного кандидата. Ну, это мы успеем. Все успеем. Сегодня собираются подписи все кандидаты, все четверым собираем подписи, все соответствующие требования согласно Конституции законодательства мы проводим. А когда пойдет уже непосредственно агитация этот, мы будем представлять одного кандидата. Обычно четыре зрелых политика, которые имеют имя, вес, хороший вес. Все-таки весовая категория у вас относится к тяжелой категории. Перед тем, как заявить о том, что вы пошли на такое объединение и поддерживаете единого кандидата, наверняка должен был хотя бы быть какой-то минимальный план. Что вот мы объединяемся и мы выдвигаем вот то или иное лицо, уже готовое, уже продуманное. Вы сейчас мне хотите сказать, что вы сейчас пошли на объединение, у вас есть время и вы теперь будете обсуждать, кто будет кандидатом. Понимаете, вот когда раскрываешь все тайны, это и есть стратегия, стратегия, тактика, политическая стратегия, тактика. Поэтому здесь мы перед чем объединиться, мы все решили, у нас все решение есть. Ну пройдет время, об этом узнает, вся страна узнает, пресса узнает. Кто пойдет, да? К каждому свое время. Значит, тогда для конспирологов остается только... Гадать. Нет, не то, что гадать, а внимательно наблюдать за каждым словом каждого из вас. Абсолютно верно. И смотреть, кто же все-таки пойдет, почему он так сказал. Значит, не просто так сказал. Абсолютно верно. Наверное, он выдвигается, может быть, другой выдвигается. Ну хорошо, это, в принципе, нормальное явление. Я, в принципе, так ожидал, что так и будет. Почему четыре представителя и все четыре представителя одного региона, дюжного? У нас, насколько я знаю, у нас делится на областях, семь областей и два города. Город Мишкек и город Ош. Я живу в Бишкеке уже почти 25 лет. Я бишкекчанин уже. Мои дети и так далее. Прежде всего, мы кыргызстанцы. Вот, когда начинают делить на регионы, на север, юг и так далее, это дело рук политиков. Они преподносят, когда что кому выгодно. Мы же не говорим о том, что когда некоторые становились президентом одной области, представители одной области, почти 80% кабинет министров занимало представители и этой же области. Тогда никто ни о чем не говорил. Было, было такое. Да, никто ни о чем не говорил. Когда премьер-министр и президент представлял одной регион, об этом тоже никто ничего не говорил. И тем более, мы об этом никогда не будем говорить. Вот, наше воспитание, наш патриотизм таково, что мы кыргызстанцы. Мы представляем кыргызского народа. Мы выходцы кыргызского народа. Поэтому для нас, какая бы регион не была, какой бы область не была, какое бы село не было, это наша земля, это наши люди. Мы должны все представлять интересы нашего народа и нашего государства. Поэтому вот журналисты уже начинают муссировать о том, что там с одного региона и так далее. Я всегда удивляюсь. И не хочу отвечать на это вопрос, потому что это неправильно. Мы должны отходить от этого. Все удивляются, почему мы объединились. Это, во-первых, все аналитики, все политики говорили о том, что у нас больше ста политических партий, зарегистрированные в Министерстве юстиции. Хорошо было, чтобы они объединились, чтобы в нашей стране, тяжеловесной и полноценной, было 5-6 партий. Все об этом желают. Все об этом говорят. Но когда мы объединились, мы объединяемся в одну партию, представляем вот не 4 партии, не 3 партии, будем представлять одну партию, почему-то уже об этом забыли. И начинают говорить, почему они объединились, почему они представляют интерес одного региона. Ну, это, понимаете, это, во-первых, неправильно, во-вторых, я их не понимаю, тех людей, которые об этом пишут. Смотрите, на моем примере, отец Иссык Кульский, мама Чуйская, я родился в Баткене, я школу закончил в Баткене, и, ну, трудовую свою карьеру я начал в Органской области. Прекрасно. И чей я тогда получается? Мы кыргызстанец. Мы все должны представлять интересы своего государства и своего народа. Ну, понятно. Теперь перейдем к другому вопросу. Вот помимо вас, четверок, есть еще другие люди, которые уже идут кандидатами. 55 человек идет. И сейчас, сейчас все замерли, начиная со вчерашнего дня, в ожидании, что простым объединением четверки дело не закончится. Наверняка, сейчас они начнут, либо они начнут вести переговоры, либо другие начнут вести переговоры с ними. Есть такое? Это нормальное явление, это нормальные политические явления и необходимость. Это процесс? Это процесс, это нормальный процесс. Мы все должны разговаривать. Мы все должны разговаривать. Прежде всего, мы должны думать о будущей стране. О нашем государстве должно думать. О нашем народе должно думать. Вот мы 20 лет, 27 лет независимости живем. Пережили две, можно назвать революцию, можно назвать перевороты и так далее. Незаконные, неконституционные, смену власти. И что мы хорошего получили? Мы должны с этого выводы делать. То, что народ ожидал, они не достигли своей цели. Об этом все говорят. Это не мои выдумки и так далее. Мы из этого должны делать выводы. Мы должны сейчас объединяться. Мы не ради интересов, для того, чтобы занять какой-то пост и так далее. Мы должны, если совпадут наши патриотические интересы, наши национальные интересы, наши интересы по государственности, мы должны объединяться. Мы не должны смотреть, этот человек нравится тебе, как человек личности, или не нравится. Если его идея, его внутренней, какая-то внутренней сила, можно назвать, внутренность его, то, что мышление все совпадает, мы должны объединяться. Мы поэтому, когда подписали четвером соглашение, мы об этом соглашении отразили, о том, что наша дверь открыта. Мы готовы объединяться теми людьми, которые совпадут в наш взгляд. Поэтому уже ведутся переговоры. Мы готовы со всеми встречаться, со всеми политическими силами, со всеми политическими личностями. Мы должны разговаривать. Если что-то полезного от них получаем, или они от нас получают, и взгляды совпадут, почему они не объединятся? Мы готовы объединяться. В принципе, это нормальное явление. У меня вопрос такой. Но мы же не знаем, кого четверка будет выдвигать. К примеру, Кильдебекова. Возможно такой вариант? Всякий может быть. А, скажем, то прошлое, которое касалось ареста Ахмата Кильдебекова? Очень хороший вопрос задали. И судимость. Да, очень хороший вопрос задали. Сегодня, я могу сказать, что... И затошли, вы тоже ответите. Да, конституционную норму сегодня не работает. Посмотрим, насколько она дальше будет работать. Будет работать или не будет работать. В конституции четко прописано, кто могут избираться президентом Кыргызской республики. Там есть... А основное давайте перетишем. Там есть три условия. Это первое условие. Не моложе 35, не старше 70 лет. Раз. Раз. Второе. Знание государственного языка. Два. Третье. Проживание совокупности не менее 15 лет. Так. Вот три условия. В этой же статье... Осудимость. В этой же статье третьим пунктом прописано. Порядок выбора президента определяется конституционным законом. Порядок. Так. А не условия. Условия, кто могут избираться президентом, четко прописана конституция. Поэтому, эта же конституция, шестая статья, тоже четко прописана о том, что конституция имеет высшие юридические силы. Он имеет прямое действие. То есть, другие противоречащие законы конституции, они юридические силы не имеют. Поэтому, у нас, когда по-своему начинает трактовать каждый, это всегда меня удивляет. Если этот конституции никто не будет принимать и не будет его уважать, выполнять, она вообще-то карается, не карается. Это является особо тяжким преступлением. Вы сейчас немного не на той волне пошли. Почему? Потому что, ну, наверное, сказывается в вашей депутатской деятельности, политической деятельности за много лет. Рядовые зрители так и не поняли. Имеет право Гильдебеков? Имеет право. Все... И теперь почему? Потому что конституция мне разрешает. Конституция, это и есть закон, который имеет прямую силу, правильно? С погашенной судимостью или нет? Там нету такой. Такой нормы такого нет. А вот вот... Нормы такого нет. Вот этот вопрос, который интересует... Такой условий нет. Сегодня я вот... Конституция, условия, кто могут стать президентом, четко прописано. Если в этой конституции было прописано дополнительные условия и порядок, определяется конституционным законом, я бы подчинился. Я бы выполнил закон. Я не имелую права подавать. Не имелую права выдвигаться. А когда конституция мне разрешает, и в конституции написано, что порядок выбора президента определяется конституционным законом. А вы уверены, что если, допустим, вы подаете свою кандидатуру... Я же не знаю же, это в качестве версии, что если, допустим, выдвинут кандидатуру Ахмад Пета Тильдебекова, то, скажем, Центризбирком и другие органы, которые должны проводить эти выборы, они с этим согласятся и скажут, ну да, по конституции он имеет права. А если вдруг они скажут, нет, и найдут какую-нибудь загогулину, найти очень легко. Сегодня не стоит удивляться. Сегодня не стоит... А я про что говорю? Сегодня не стоит удивляться, потому что... Что может так произойти, правильно? Ну, допустимо. Допустимо. Потому что, ну, все равно, рано или поздно, за то, что не выполняется норма Конституции, кто этот человек не будет выполнять, он все равно перед законом рано или поздно ответит. Нельзя думать, что нарушая закон, не выполняя требования закона, что этот человек сбежал наказания и так далее, рано или поздно все равно придется ответить. Я к чему говорю, что не стоит удивляться, вот мне осудили, а Денис, обвинения за то, что я был спикером. Я помню. Спикер? В этот момент. Это такой же депутат, как 120 депутатов. Он имеет один голос. Я подписал постановление... По Москве? Да, подписал постановление, принятое 89 депутатами, проголосовавшим за. Я подписал. Есть Конституционный закон, что депутата нельзя преследовать за депутатской деятельностью, за его высказывание, за его голосование и за его вынесение какого-то проекта закона и так далее. Никто не имеет права наказывать. История независимости Кыргызстана. Первые за депутатской деятельностью был наказан я. Поэтому я говорю, сегодня не стоит удивляться, если... У меня вопрос. Вы того судью потом уже больше не видели, не слышали? Я видел. Почему? Слышал, видел. Кыргызстан маленький же. Мы все на то и ходим. Даже встречались. Ну, встречаемся на улице. Все равно... Ну, я же говорю, Кыргызстан маленький. Все равно видимся. Я всегда им задаю один и тот же вопрос. Вы считаете, что я виновен? Все судьи, которые меня осудили, все одногласно говорят. Нет. Мы считаем, что вашей вины нет. Даже административной нарушения нет. Ну, вынесли, ну и ясно. Обиды нет? На кого? На суде? Ну, не на меня же. Чего на них обижаться? Сейчас мы в будущем должны думать о том, что судьи должны быть независимы. Я такой же вопрос... Это очень важный вопрос. Я убедился. Я раньше, допустим, судебной системой, вот правоохранительным органом, так как я финансовый экономист, я мало интересовался и не понимал многих вещей. Потому что... Пока не столкнулся. Пока не столкнулся. Сегодня я убежденно могу говорить, пока не будет независимых судей, судебной системы, которые будут работать четко по закону, четко по закону. У нас развитие, это я даже не могу прогнозировать. Я такой же вопрос по судьям задал Феликсу Кулову, вот в этой студии. Он мне сказал, что он простил. Вы тоже простили? Я всех простил. Потому что... И вы считаете, что вы проявили великодушие? Нет, это не великодушие, понимаете. Это люди, которые можно назвать пленниками нынешних обстоятельств. Заложники, не пленник, а заложники нынешней политической ситуации. А этот пленник не мог уйти с этой работы, ну, в силу того, что все-таки есть совесть, честь? Я не буду принимать такие решения. То и дым больным надо баспать к ныне. Ну, на этот пример, вот когда оправдали Тащиева, Талант Мамытова и Садржапарова в городском суде, эти судьи сегодня, один из них попал в депутатский корпус, второй сегодня безработный. Их просто выгнали. Хотя никто не имеет права, никто не имеет права спрашивать или осуждать, или что-то привлекать к ответственности за вынесенные решения судами, за его решения. Никто не имеет права спросить. Но сегодня у нас... А там спросили. Да. Не только этих, несколько судей Верховного суда, районных судей и так далее. Это примеров очень много. Поэтому, когда сегодня судьи боятся потерять свою работу и выполнять то, что им говорят, это очень плохо. Но плохо и то, что вы с этим соглашаетесь? Нет. И говорит, что я прощаю эту судьбу? Я их как человек прощаю. Но в будущем они должны нести ответственность перед законом. А за вас это они понесут? Должны, обязаны понести наказание. Это не я буду наказывать. Это когда мы будем создавать законные, нормальные судебные системы, что каждый человек должен нести ответственность за незаконные свои решения. Когда вот эта система создадутся, после этого те люди, которые безнаказанные, это работники тоже прокуратуру, работники некоторых правоохранительных органов, судебные, судьи, которые вносят такие решения, они должны понести наказание. Я спрошу прямо. Вот те следователи, те прокуроры, тот судья по вашему делу, они понесут наказание? Перед законом да. Должны понести. Без этого не будет порядка. Без этого не будет будущей нормальницы. А как человек, я их простил. Я тоже самое сказал Филиппу Куллову. То, что вы простили, это ладно. Ну это как человек. Как человек. Два человека, три человека. Но за те события и за те дела, ведь они же должны понести наказание. Они обязательно должны нести наказание. Потому что после... Потешьте мою душу. Вы скажите, это по ним будут уголовные дела или так? Это уголовно наказуемые. Это уголовно наказуемые деяния, которые они делают. Но если не уголовные понесут наказание, они никогда в жизни не должны работать в этой системе. Иллюстрация должна пройти. То есть они должны... Вся общественность, народ должен знать их лицо. Что за это люди? И какие они выполняли противозаконные указания и выносили такие решения? Я вам скажу по секрету. Я специально задал этот вопрос. Если бы вы сказали, что вы их простили... Я как человек прости. Нет, 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 я в том плане, что и вообще простили. И сказали бы, что ну ладно, бог с ними, забудем об этом. Я бы вас... Перестали уважать. Я просто перестал бы верить в вас. Но с учетом того, что вы сказали, что они должны понести наказание, и дай бог. А если будет такая возможность, и они понесут наказание, то значит вероятность того, что вы собираетесь соблюдать законы... А вы знаете, почему я задал этот вопрос? Вы сами прошли через эти жернова. Вы сами на себя ощутили, что такое судейский корпус. Вы на себя ощутили правильный или неправильный приговор в отношении человека. Абсолютно верно. Вот. Ну наверняка и там за решеткой были еще и те люди, которые... Ну к сожалению, это надо признать, которые... Ну хотя бы 5% там есть люди, которые попали... Ну не за что. Правильно. Правильно. Правильно же. И поэтому мне было интересно. Я поэтому и Кулу задал такой же вопрос. Поэтому и вам задал такой вопрос. Поэтому в этом отношении все. Эта тема закрыта. Меня все это в принципе удовлетворило. Теперь давайте коснемся тех политиков, кандидатов. Идут к вам? Переговорный процесс идет. То есть идут? Она активно идет. Вот второй день она очень активно идет. А фамилии называть не будете? Ну, каждому свое время, понимаете. Потому что у нас сегодня сложилась такая вот атмосфера. Из каждого слова, из каждой информации начинает... Концепирологию. Да. Сами начинает писать то, что им угодно и так далее. Поэтому мы придерживаемся тому, что пока не будет какое-то решение об этом, что он не заявляет, что он не создает какую-то всякие сплетни и так далее. И сегодня вопрос, ну, тут догонку уже, того, о чем мы с вами говорили недавно. Вот я еще расскажу. Вы прошли через все эти журнала, вы на себя ощутили, что такое. И вообще, скажем, по-настоящему, что такое политический груз? Оказывается, можно попасть и в немилость. И опять идете. Что вас там так привлекает? Нет, понимаете. Мне тоже, как нормальный человек, хочется спокойно жить, с семьей и так далее. Ну, такой участь, значит, у меня Арбир Адамдон, Пешенесе, да? Пешенесе, да. Поэтому я всегда говорю, когда начинают ругать, вот 200... В Кыргызстане 200-300 видных политиков есть. И всегда происходит вокруг него. Каждый раз, каждые пять лет меняется где-то 10-20%, не более. В этом я говорю, когда говорят о том, что будут создавать новые поколения, новых политиков, искусственно это невозможно создать. Это общество воспитывает политиков, общество как-то вытаскивает тех людей, которые приспособлены к политике и так далее. Общество вынуждает заниматься политикой. Поэтому я тоже об этом думаю и думал. Ну, раз мне сегодня и тем политикам, которые сегодня идут, большую политику, у них, значит, Пешенесе прописано, что вот они политикой должны заниматься. Когда приходят малоизвестные и никогда в политической жизни не участвовали, в политической жизни в стране не участвовали и вдруг становятся депутатами, и с течения пятилетного срока депутатской полномочии, почти о них никто не вспоминает. Если вы заметили, да? Поэтому искусственно создавать политиков, это невозможно. Это невозможно. То, что мы прошли через вот такой путь, когда я находился в местах заключения, под конвоем, когда ходил, я очень много прочитал книг про тех личностей, мировых личностей. В основном 70-80% проходит через этот путь. Как говорится, сидели. Да, да. Не, ну это действительно так. Это факты. Это факты. И те люди, которые прошли через этот путь, когда знают, что такое хорошее, что такое плохое, что такое несправедливости, что интересно, этой политикой, когда приходят к власти, идет очень большой прорыв, изменение тех стран, которые становились они руководителями. Понятно. У меня еще не такой вопрос. Смотрите. Я не о себе только говорю. Я понял. Потому что у нас сегодня столько политиков, которые прошли через этот путь. Я понял. Ну да. И еще вероятность того, что в будущем могут еще и другие сесть. Я поэтому иногда, когда сидим с друзьями, я всегда шучу, у нас в политике делится на три категории. Сидящие. Которые отсидели, которые сейчас привлеченные проходят. И которые будут. И которым перед стоить. Да, это, конечно, грустно, смешно, но мы должны отходить от этого. Мы не должны такие вещи допускать. И допускать что? Чтобы человек сел? Чтобы политиков по политическим мотивам, по политическим заказам не сожгли людей. Я понимаю, когда если какой бы человек ни был, если он совершил действительно, действительно совершил тяжкие, особо тяжкие преступления, они должны нести ответственность. Когда фабрикуются дела, когда без доказательства, без показаний, без вещественных доказательств, которые тому требуют уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс, когда невзирая этого сажают людей, это неправильно. За его высказывания, за его взгляды, политическое взгляды, преследовать этих людей нельзя. Но история, история сегодня показывает о том, что ни к чему это хорошим не проводило. Я когда встретил одного человека, который сказал, что ягод с Ахмаспеком, Киргебеком вместе таксовали. Было дело. Он говорит, вот тут его машина не стояла. Он показ на пятачок, где машины были. Я говорю, серьезно? Да, правда, давно это было, но он тоже таксовал. Было дело, потому что я закончил центральный вуз, в России учился. После завершения, по направлению, я попал в Академию наук, Институт машиноведения. Зарплата тогда была 85 рублей. Я помню. Первая зарплата у нас, это 1991 года, да? И я был, я жил в съемной квартире. Квартиры мы снимали за 120, за 130 рублей. Вот сами теперь посудите, конечно, родители помогали. И я вечером после работы пришлось мне таксовать. Таксовал. Мы таксовали, субботу, воскресенье что-то продавали. Старались каким-то в нерабочее время коммерцией заниматься и так далее. Ну, то, что мы добились, меня же иногда начинает обвинять о том, что обвиняет, что всю жизнь я проработал государственную должность, министрами и так далее. А я почему и задал этот вопрос? Министрами и так далее. Начали с такси. Я каждой должности, вот за министром я проработал полтора года. Проседателем Сосона два года, три месяца ровно. Проседателем налоговой службы год и три месяца. Я горжусь, потому что тех должностей, которые я руководил министерством ведомства, мы достигли определенного успеха. Это какой-то не гуманитарный или не аналитический, не какой-то статистический министерство ведомства. Это практическая работа. Практическая работа, которая отражена на бумаге. И сегодня тоже эта бумага есть. Эти цифры есть. Чему мы достигли? Я почему задал этот вопрос? Начали с таксистом, закончили вот пожалуйста этой работой. У вас четыре человека. У вас у всех четверых определенные направления. как по работе, так и по видению того, как все это должно развиваться. Как вы вчетвером уживаетесь? На данный момент я понимаю, что заключили соглашение только вчера, но к этому долго шли. Вы же не вчера же познакомились, правильно же? Абсолютно верно. И самое главное, теперь вопрос. Объединение произошло. Допустим, вы единого кандидата выставите. Вас все равно спросят вашу программу. Она у вас готова или вы будете готовить эту программу? У нас вот именно чем она отличается от прежде всего основной причиной нашей объединения стало наш взгляд. Взгляды на политику, на экономику, на социальную. Во всем. Как поднять допустим уровень жизни нашего народа. Как поднять экономику и так далее. И когда вы говорите о том, что у каждого свое взгляд и так далее. Да, каждый из нас прошел определенный политический путь. Хотя нас считают молодыми. Вообще, если мировую политику взять, мы молодыми стали тяжеловесными политиками. самым старшим 52 года. Младшим Баха Тергешевича 44 или 45 лет. Поэтому мы прошли, мы были депутатами ни одного созова. Минимум по две, по три, по четыре созова. Мы проработали министром. Да, программа есть. Мы проработали министром. Мы видели две революции. Две революции, два переворота можно назвать. Мы все это плюсы, минусы все это извесили. Мы сегодня объединились. Нас объединила не наша амбиция. Мы отложили свои амбиции. Мы отодвинули своими. Время заканчивается. Программа есть? Естественно. И она коренным образом будет отличаться? Конечно. Конечно. Прямо это будет заметно? Это будет четко заметно. Даст Бог народ наш если поддержит нашего кандидата. Мы выиграем. Все изменится. Второй вопрос по этой теме. Так как учитывая что время заканчивается очень коротко. есть какая-то прозападная направленность в вашей четверке или пророссийская направленность? или скажем Турция арабская страна? Когда нам задают этот вопрос да у нас есть свое направление это крыгская направление. Это понятно. Прежде всего с кем мы не вели конечно мы будем любой руководитель позовут в Кремль тоже съездить. подождите мы всегда на первое место должны поставить интересы нашей страны нашего народа. Мы должны со всеми дружить со всеми вести экономические политические связи переговоры но при этом мы не должны забывать что наши интересы интересы нашей страны. третий вопрос очень важный политологи и конспирологи они уже в принципе отметили что на данный момент вы ставили очень большой силы вы это ощущаете? А мы до этого тоже ощущали. После объединения официально уже естественно. И заключительный вопрос вы представляете чем все это может кончиться для страны если допустим силы большие столкнутся между собой? Мы мы не должны этого допускать об этом все должны думать все политики и действующие и политики которые сменят данную власть все мы об этом должны думать ни к чему это хорошим не приводит мы об этом убедились поэтому мы не должны допускать А другие знают об этом? я не могу сказать за других в смысле за своих коллег которые мы объединились я за них могу сказать но учитывая что вы находитесь на той поляне где есть еще и другие игроки а вы верите в этих других игроков что они не пойдут на такие большие осложнения если пойдут пойдут мы должны их остановить и мы остановим нашу программу на этом спасибо спасибо за то что пришли напомню нашим телезрителям что у нас сегодня в гостях был Ахмат Гильдебеков человек который на данный момент входит в ту группу людей в четверку которая объединилась и готова выставить единого кандидата спасибо спасибо большое